Привет! Моё первое знакомство с Xbox как с платформой произошло уже более полугода назад. Именно тогда я продал свою PS4 Slim и купил Xbox One S. Так как я живу в Украине, то решающим фактором для покупки этой консоли для меня стал аргентинский магазин, в котором можно покупать игры и подписки в 2, 3, а то и в 4 раза дешевле по сравнению с PS4. Всё, что я слышал про эту консоль до своей покупки личного знакомства сводилось примерно к тому, что это немощный и бесполезный кусок говна без игр. Но Аргентина и подписки были слишком соблазнительными аргументами для меня. И в общем-то я рискнул и купил Xbox One S. На основе различных комментариев подсознательно у меня уже сложилось мнение, и морально я был готов к тому, что я буду пользоваться куском дешевого пластика с неудобным интерфейсом и графикой на порядок хуже, чем на PS4. Но каково же было мое удивление, когда я пришел забирать эту консоль с почты. Сразу с чего я просто охренел это геймпад. Первая моя мысль была, какой же он оху**ный. Качеством сборки и пластиком самой консоли я тоже был приятно удивлен. Особенно после моей PS4 Slim, которая трещала, если ее поднять и держать одной рукой с края, например, для того, чтобы под ней протереть пыль. Но тем не менее, консоль 99% времени стоит возле телевизора, поэтому вообще пофиг. Просто я был реально удивлен качеством, так как я ожидал нечто другое. В плане графики я тоже различий не заметил, если что. Да, я уже делал полноценный обзор на эту консоль, где перечислил все ее плюсы. А их у нее хватает, поверьте. Я долгое время находился в полном восторге от этой консоли, но тем не менее, за эти полгода мой восторг поутих, и у меня полностью сформировалось мнение насчет этой консоли. Я созрел для того, чтобы расставить все точки в выборе консоли нынешнего поколения. Я постараюсь максимально объективно объяснить, кому стоит купить Xbox One, а кому больше подойдет PlayStation 4. Это элементарно. Самый большой плюс Xbox'а заключается в том, что это самая ультимативная машина для настоящих задротов. Почему? Да потому что оформляешь на свой аккаунт две подписки, Game Pass и EXS, и можешь ебашить в 300 игр хоть одновременно. Список игр в подписках, кстати, постоянно пополняется. Плюс тут часто и очень щедрые скидки. Самое главное, чтобы жесткого диска вам хватило. Для этой консоли и двухтерабайтника мало. Я серьезно, если решите покупать Xbox, сразу готовьте деньги еще как минимум на двухтерабайтный жесткий диск. В этом и заключается главный козырь этой консоли. Она обрушит на вас водопад с играми. В Mac делать все, чтобы вы не вылазили с экрана. И у них это получается. Возможно, это прозвучит грубовато, но больше всего эта консоль подойдет людям с небольшим финансовым достатком, и которые любят играть много. Я сам ее купил, потому что я манала давать много денег за игры. Xbox One S это самое дешевое современное игровое устройство. Она стоит как в магазине, так и на вторичном рынке на 50-60 долларов дешевле, чем PlayStation 4 Slim. Я на вторичном рынке с гарантией на полгода взял свою 500 гигабайтную версию ровно за 5000 гривен. Я даже договорился, что продавец оплатит мне доставку. Да, представьте, так бывает. По тому курсу, когда я ее покупал, это было в районе 170-180 долларов. Чтобы вы понимали, на разницу в 50-60 долларов на такой площадке, как платье.ру, вы можете оформить две подписки. Game Pass на полгода и E-Access на целый год. И просто уйти с головой в игровой мир. В то же время PS4 вы возьмете голой. Ни о какой горе игр и речи быть не может. Эти подписки и эта консоль создана для людей, у которых много свободного времени. Для геймеров с большой буквы, так сказать. У меня, к сожалению, его не так много, как мне хотелось бы. У меня тупо нет возможности проходить десятки игр в месяц. Честно, я пытался переиграть в большинство игр по подписке. Но за это время я осознал, что я игрок, который любит проходить игры размеренно. Неспешно, вдумчиво. Я люблю быть максимально сконцентрированным на одном проекте. Если мне игра очень понравилась, то я могу проходить ее очень долго, растягивая удовольствие. Вот, например, Ведьмак 3. Со всеми дополнениями я проходил месяца 3. Иногда параллельно я поигрывал в Titanfall 2 и Apex Legends. Короче, можно сказать, я достиг состояния дзен в игровом мире. Одна игра за один раз. Это для меня. Если вы являетесь таким же размеренным игроком, как и я, не проходите кучу игр параллельно или очень быстро. Времени особо нет, так же, как и доступа к аргентинскому магазину. То в этом плане консоль от японцев вам подходит больше. Потому что если на Xbox не пользоваться подписками и аргентинским магазином, то все его преимущества одной левой перебиваются эксклюзивными играми Sony. Стоп! Так ты же можешь их проходить точно так же и по подпискам. Да, хоть мне никто и не мешает проходить игры так же размеренно по подпискам, тем более они достаточно дешевые в аргентинском магазине или на платиру. Но я кроме Xbox Live Gold вряд ли буду продлевать что-то еще. Так как в моем случае они много времени просто простаивают, а в это время мои деньги сжигаются. Мне проще покупать интересующие меня игры по скидкам. Тем более я смогу вернуться к ним в любое время, а не только когда у меня будет активная определенная подписка. Игры на плойку, кстати, можно покупать на распродажах. Так же дисков на вторичном рынке пруд-пруди, они дешевые. А можно раскошеливаться и на новые игры при желании. Но украинцам, белорусам, казахам, то и любому, кто живет в стране, где нет официального поддержки Microsoft, советую держать в уме аргентинский магазин на Xbox при выборе консоли. Россиянам он недоступен. Это, можно так сказать, убер-фича Xbox или просто читерство. Я провел долгое время и с Xbox One S, и с PlayStation 4 Slim. И с полной ответственностью хочу заявить, что единственное преимущество плойки перед ящиком является эксклюзивные игры. А единственным серьезным преимуществом Xbox подписки и аргентинский метод. Для некоторых стран. Во всем остальном они равноценны и вообще пофиг на чем играть. Да, быть может я уже продал бы Xbox One S, вернулся бы на PS4, так как подписками я по факту пользоваться не буду. А это огромный плюс консоли Microsoft. Но меня очень сильно удерживает аргентинский магазин. Возможность платить 1000-2000 рублей за новую игру и за копейки забирать игры по распродажам слишком соблазнительно для меня. Мне проще докупить PS4 для эксклюзивов, а мультиплатформу покупать в Аргентине для Xbox. Именно так я советую поступать гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, та и всем остальным, у кого в стране нет официальной поддержки Xbox. Гражданам России, которых не интересует доступность огромного количества игр здесь и сейчас, и вообще они много не играют, я советую полностью сосредоточить свое внимание на PlayStation 4. Купив Xbox One S, вы получаете максимальное количество игр при минимальном вложении. Его рекомендую людям, у которых финансовый вопрос стоит остро, а играть охота или же вы любите играть очень много и в разные игры. Как я сказал Xbox One S, сейчас это самое выгодное игровое устройство на рынке. Но если вы играете немного, то Xbox вам просто не нужен. Купите плойку и гоняйте понемногу в мультиплатформу, разбавляя ее шикарными эксклюзивными играми от Sony. Еще по своим личным наблюдениям, я заметил такую интересную особенность. Одни и те же игры на PlayStation 4 могут цениться больше, чем на Xbox One. Даже не знаю как это объяснить, но вот представьте, что на PS4 вам приносят по печенью в день. Вы постоянно испытываете чувство голода, и когда тебе наконец-то приносят печенье, ты на него набрасываешься. Пытаешься его смаковать и максимально растянуть удовольствие, открывая все новые и новые вкусовые качества. И все это посыпано шоколадом в виде эксклюзива в Sony. В то время как на Xbox One у тебя игровое ожирение. Стол завален едой, ешь не хочу. Ты постоянно ешь, даже когда не голоден. Еды так много, что ты не знаешь, за что хвататься. И в итоге твои вкусовые рецепторы притупляются. И уже становится не так интересно и вкусно. Если тебе понравилось видео, и оно было полезно для тебя, поддержи меня лайком и подпиской. Для меня это очень важно. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока.